Друзья, всех приветствую на торговой сессии вторника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канала Markets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями, если они есть. И, конечно же, не забывайте ставить лайки. Также напоминаю, что в описании к этому ролику вы можете найти ссылку на наш официальный Telegram канала Markets торговыми идеями, в котором каждый день, включая выходные, мы размещаем дополнительный аналитический контент, рекомендации на основе технического анализа и фундаментальные посты, чтобы вы лучше ориентировались в финансовых рынках и имели дополнительные стимулы в принятии торговых решений. Ну что ж, к повестке текущего дня. Сегодня два важных события. Это две пресс-конференции. В 10.10 по GMT состоится выступление главы Банка Японии Куроды. Также в 14.00 пройдет выступление Джерома Паула. Мы параллельно с вами следим за индексом американской валюты и за парой доллар-ин. И у нас есть четкое представление того, как мы должны действовать с учетом последних новостных вводных. Давайте начнем по порядку. Индекс доллара 102.93. Снижение продолжается и фактически сейчас по индексу американской валюты мы наблюдаем июньские значения, минимальные уровни, которых не было уже фактически более полугода. Это печально, конечно же, учитывая, что тот фундаментальный фон, который сложился за последние недели, он, в принципе, был бы достаточен, чтобы в нормальных условиях рынок и индекс американской валюты оказался существенно выше. Даже пятничные релизы по non-farm Пэрлса, о котором мы говорили на каноне, по всем компонентам, точнее, по большинству, был исключительно бычьим для доллара, потому что стал подтверждением, как отчет в целом, того, что американский рынок труда прогрессирует. Наверное, не имеет смысла сейчас снова говорить об уровне процентной ставки, о том, сколько было создано новых рабочих мест. Кому интересно, можете посмотреть в экономическом календаре. Но важно, что эта статистика подтвердила то, что американская экономика все-таки еще не скатывается в рецессию. Да, вероятность экономического спада сохраняется, но мы все-таки говорим о масштабе потенциальных экономических бедствий только если есть соответствующие индикаторы в виде показателя ВВП, активности в ключевых секторах экономики и рынке труда. Пока что таких очевидных вопящих сигналов у нас нет. Что касается этой недели, опять же, у нас впереди самый важный отчет последнего месяца, это данные по инфляции, декабрьские цифры. Поэтому, если, друзья, среди вас есть покупатели индекс американской валюты, которые также, как и я, верят в локальное восстановление этого инструмента, то у нас как минимум предстоящий релиз по инфляции, а до инфляции сегодняшнее выступление Паула, которое, конечно же, будет посвящено проводимой денежно-кредитной политике. И, например, очередной комментарий жесткого характера от Паула его может оказаться вполне достаточно, чтобы вернуть локально покупателей в этот инструмент. Напомню, что инфляция имеет принципиальное значение для американского регулятора, потому что всю ту кашу, которую завалил Федрезерв в последний год, именно активное повышение процентной ставки, это было реакцией на значительный рост инфляции. И ФРС пытается сделать все необходимое, все, что от него зависит, чтобы добиться устойчивого снижения индекса потребительских цен. Но мы все прекрасно знаем, что несмотря на снижение инфляции в последний месяц, она все равно существенно достает от цели Федрезерва в районе 2%. Фактическая цифра по индексу потребительских цен 7,1%, базовая инфляция 6%. И ФРС в связи с тем, что цель еще очень далека, не позволяет себе отказаться от идеи дальнейшего повышения процентной ставки. Поэтому каждый раз, когда у нас есть возможность послушать либо какого-нибудь авторитетного, влиятельного чиновника Федрезерва, либо непосредственно самого Павла, мы получаем убедительные, однозначные сигналы от американского регулятора, что еще не время отказываться от жесткой монетарной политики, что ставка будет расти и дальше будет стремиться к так называемому ограничительному уровню. И об этом говорят все голосующие члены американского регулятора, подтверждая, что жесткая монетарная политика это как минимум политика, которая будет проводиться регулятором в рамках первого квартала 2023 года. Я рассчитываю на то, что сегодня Павел снова напомнит об этом, особенно тем, кто прям уже совсем засомневался в бычьих перспективах доллара. Мы не собираемся покупать американскую валюту на протяжении всего 2023 года, потому что разворот в политике произойдет, он неизбежен. Но думаю, что это не случится раньше того, как ставка достигнет 0,0525%. Сейчас она находится на отметке 4,5%, поэтому есть куда расти. По данным Федвоча, друзья, вероятность повышения ставки в феврале на 25 байсных пунктов в районе 75-76%, но по-прежнему где-то рядом лагерь трейдеров, считающих, что будет уместно повысить ставку даже на 50 байсных пунктов. И уверяю вас, если в этот четверг мы увидим какой-то сюрприз в индексе потребительских цен, прирост даже на 0,1%, этого будет достаточно, чтобы снова перезагрузить рыночное сознание и напомнить трейдерам, почему доллар ранее, в прошлом году, так активно рос, опираясь на жесткую монетарную политику американского регулятора. В сухом остатке по индексу доллара я не меняю свою точку зрения, считаю, что мы должны сейчас переварить предстоящее выступление Паула и уже дождаться отчет по инфляции. Там уже будем думать, как действовать дальше. По рынку нефти пока без изменений, в районе 80 долларов бренд топчется. Кому интересен как осочный трейдинг, то пока что с учетом новостного фона короткие позиции в приоритете. Золото 1873 доллара за тройскую функцию, обновляем по сути многомесячные максимумы. Почти каждую торговую сеть очень хорошая тенденция, учитывая, что сейчас индекс рыночных настроений по-прежнему указывает на то, что толпа остается в продажах, расстановка сил 80-20. Я рекомендую верить данному индикатору, который очень неплохо себе зарекомендовал в последние месяцы, и ждать все-таки вот этот поход на сопротивление 1900, который вполне логичен, потому что рынок так работает, рынок так устроен, что должны сначала сработать массовые стопы, толпы, которая верит, что разворот уже близок. Поэтому ждем дальнейшее ралли, ждем закрепления выше уровня 1900 долларов за онсуи на импульсном рывке, возможно движение даже повыше. Пара доллар-иена. Как я уже отметил, еще одно важное событие сегодняшнего дня, оно, кстати, первое на повестке, это выступление Куроды, который возглавляет сейчас Банка Японии. Его полномочия истекают в марте-апреле. Ну, в принципе, уже Банк Японии начал корректировать монетарную политику, расширил диапазон допустимого колебания доходности национальных облигаций. Я почти уверен, что 18 января на заседании будут какие-то дополнительные решения в этом направлении, в сторону ужесточения монетарной политики. Будут существенно пересмотрены прогнозы по инфляции. Также хочу обратить ваше внимание на последние инициативы премьер-министра Японии Кисидо, который фактически настаивает и пытается продавить решение о необходимости индексации зарплатных плат в Японии на величину выше уровня инфляции. Сейчас инфляция в Японии 3,8%, соответственно, зарплатные платы должны расти динамичнее, чем инфляция. И с этой инициативой трудно поспорить, потому что я абсолютно согласен, что рост зарплатных плат стимулирует потребительскую активность, экономическую активность и способствует росту экономики в целом. На это, собственно, и делается сейчас расчет, но нужно понимать, что при росте зарплатных плат, конечно же, будет все хорошо с экономикой, но инфляция будет расти. Поэтому я рассчитываю на то, что банк Японии спустя полгода, увидев показатель по индексу потребительских цен в 5%, не станет разводить руками и говорить о том, что все плохо, все пропало и начнет действовать уже сейчас, чтобы не повторять ошибок Федрезерва, о которых также мы говорили ранее. Поэтому решения по ужесточению политики, они неизбежны, либо при куроде будут приниматься, либо, соответственно, уже при новоиспеченном руководстве, но это уже второй квартал 2023 года. Но нужно заранее быть в коротких позициях и, например, Goldman Sachs рекомендует уже сейчас шортить, не задумывая пару доллар-иена с целью 126 иен за доллар. Доллар канадец, ждем поддержку 1.33 и потенциальный заход к уровню 1.32. Следующим триггером для канадской валюты будет заседание Банка Канады. После последнего отчета по рынку труда я не сомневаюсь, что ставку снова повысит. Поэтому эта сделка тоже может оказаться довольно-таки привлекательной и интересной. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!